Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение» в студии Наталья Драчева. Коротко о главных темах нашего выпуска. Кресту твоему поклоняемся, Владыка. Митрополит Челябинский Миянский Алексей совершил всеночное бдение с литьей в канун праздника Крестовоздвижения. Сам день праздника Владыка Алексей напомнил, что каждый человек и даже народы несут свой крест. Ирей Андрей Григорьев рассказал, как христианину переносить искушения и тяжелые испытания. Южноуральцы поклонились честному и животворящему кресту Господню. В среду, 27 сентября, отмечался праздник Крестовоздвижения. Накануне вечером митрополит Челябинский Миянский Алексей совершил всеночное бдение с чином Воздвижения. Подробнее в нашем репортаже. Поздавение Господне на вас, да вы благодать и человеколюбие, Всегда дни присно и великий век. Канун двунадесятого праздника Воздвижения честного и животворящего креста Господня митрополит Челябинский Миянский Алексей совершил всеночное бдение с литьей в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Праздник Крестовоздвижения посвящен важнейшему событию. В 326 году в Иерусалиме мать равнопостольного императора Константина, благочестивая царица Елена, разыскала на Голгофе крест, на котором был распят Иисус Христос. Обстоятельства обретения символа нашего спасения напоминают чин Воздвижения креста. После великого словословия его совершил правящий архиерей. С крестом Господни митрополит Алексей и клирики обходят храм Святого Симеона. Во времена царицы Елены возвращение святыни вызвало небывалое ликование христиан. Собралось множество народа. Поэтому, чтобы все смогли увидеть крест и поклониться ему, патриарху Иерусалимскому Макарию, приходилось высоко поднимать его. Крест Христов больше трех столетий пролежал в земле. Его очистили от праха, омыли благовониями. Действия иерусалимского духовенства повторяются в чине Воздвижения. Хор поет Господи помилуй сначала громко, затем тише и тише, по мере того, как владыка Алексей преклоняет голову с крестом. В уставе даже есть специальная отметка – на пять до земли. Священнослужители возливают на святыню душистую воду, как было принято в древности в Иерусалиме. Затем хор снова усиливается, и митрополит вновь осеняет присутствующих крестом. Крестом правящий архиерея осеняет всех прихожан на все стороны света. У многих на глазах слезы. Настолько трогательно то, что происходит сейчас в соборе. После чина Воздвижения святой крест полагается в центре храма. Все могут к нему приложиться. В своей проповеди митрополит Алексей подчеркнул, что из орудия смерти крест стал символом победы жизни над смертью. Жизнь наша сложная, непростая. Мы говорим, что мы несем свой крест. Но Господь не дает нам крест, который бы мы не могли понести. Мы добросовестно, добродетельно, ответственно должны нести тот же истинный путь, который нам Господь указывает. Мы должны идти под пути ко спасению, отращаться к грехам, прилепляться к добру, учиться добродетели, чтобы достигнуть жизни вечной. И вот эта ноша креста, о которой мы сейчас торопчиво говорим, тогда будет легкой и радостной. И несение креста будет ли для нас, наоборот, подмогой в этой жизни. Архипастер пожелал верующим Божьего благословения, чтобы тот крест, который мы несем, послужил во спасение души. К кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Эту молитву челябинские верующие продолжили петь на следующий день. Божественную литургию праздника крестовоздвижения правящий архиерей совершил в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. 27 сентября в праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня митрополит челябинский миаский Алексей совершил божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Правящему архиерею сослужило духовенство во главе с ключерем собора протеереем Владимиром Маничевым. Воздвижение – единственный двунадесятый праздник, который посвящен не событию из жизни Христа Спасителя или Матери Божией, но историческому эпизоду IV века. Император Константин Великий пожелал отыскать крест Христов и отправил в Иерусалим специальную экспедицию. Во главе он поставил свою мать, царицу Елену. Узнать местонахождение крестов, на которых были распяты Иисус Христос и два разбойника, святая Елена смогла после долгих поисков. Благодаря подсказке пожилого горожанина она обнаружила три древа. Внешне они не отличались друг от друга. Истинный крест Господень удалось определить потому, что от святыни сразу стали происходить чудеса. В проповеди митрополит Алексей сердечно поздравил всех с праздником. Архипастер напомнил, что обретение святой царицы Елены креста Господня послужило для людей ясным свидетельством того, что жертва, которую Христос принес на кресте, является спасительной и необходимой для рода человеческого. Каждый из нас несет свой крест. И мы должны благодарить Бога за тот крест, который Он ему дает. Никому Господь не дает креста сверх сил, которые Он может поднести. И вот это некое испытание, это испытание смирения, мы с вами, дорогие мои, должны нести достойно. Мы должны выполнять все, что от нас Господь требует, что Он нам заповедовал в Священном Писании, и безропотно нести свой крест. Если нам кажется, что крест этот тяжел, то, наверное, стоит обратить внимание на нашу жизнь. И, видимо, в нашей жизни мы делаем что-то неправильное. И поспешить к покаянию, к покаянию и изменению своей жизни. Правящий архиерей отметил, что не только каждый человек несет свой крест, но и народы земли. Наши люди, наше Отечество, оно несет уже почти тысячу лет, больше тысячи лет свой крест того, что мы стоим за правду, за веру православную, за веру христианскую. Мы стоим за те нравственные устои, которые заповеданы нам святыми отцами, преданием церковным и Евангелем. И дай Бог, чтобы нам выстоят все. Дай Бог, чтобы нам выстоят. А для этого, дорогие мои, мы должны все объединиться, сплотиться. Мы должны быть все вместе. Прутики сломать легко, но когда они связаны в единый крючок, его не сломать. Владыка назвал сложным и тяжелым нынешнее время. Выдержать испытания поможет крепкая вера и молитва. Архипастырь пожелал верующим, чтобы Господь силою честного и животворящего креста сохранил всех от зла, бед и искушений. На литургии перед причастием проповедь произнес клерик Кафедрального собора Иерей Андрей Григорьев. Священнослужитель рассказал, почему мы почитаем крест Господень, и напомнил, что перед вторым пришествием Господнем на небе появится крест. Хотя до этого момента человечеству придется пережить немало потрясений. Мы должны понимать также и то, что бедствия приходят на народы за забвение Бога. Мы знаем из Священного Писания, что народ израильский благоденствовал в то время, когда в нем пребывало истинное богопочитание. И наоборот, злые дни приходили, вплоть до того, что все как увели в плен вавилонский, в то время, когда они забывали Бога, и не только забывали, но поклонялись идолам, развращались, делали мерзкие дела. Да, даже языческий император их, Римская империя, пребывала в относительном мире в то время, когда не было гонений на христиан. Об этом замечают церковные историки. Поэтому не будем удивляться, если мы сами не взираем на небо, не почитаем Бога, то и не могут на нас прийти дни спокойствия. Но надо также понимать и то, что если человек почитает Бога только лишь для того, чтобы у него было все хорошо во внешней жизни, материальной, вещественной, то это тоже ошибка. Да, Господь избавляет нас от великих бед и зол, дарует благоденствие, мир и покой целым странам, почитающим Него. Но не в этом суть. Таким образом, христиане не будут отличаться от язычников, которым и Боги нужны были только лишь для того, чтобы у них было все хорошо в этой жизни. Крест Христов — это великая премудрость. Конечно, для людей, живущих ценностями только лишь века сего, это и уродство, как мы слышали сегодня в чтении апостола. То есть безумие. А нам, спасаемым, сила Божия. Нужно понимать, что человеку препятствует войти в рай. Лишь он, лишь он сам и препятствует его воле, которая склонна ко греху. И поэтому просто так, без труда, без внесения креста своего, невозможно человеку освободиться от власти зла внутри самого себя. Царствие Божие нудится, силою берется, говорит Господь. И святые отцы говорят, что другого пути на небо нет, как только через крест. Это лестница на небо. Но Господь никогда не выпускает людям, конкретному человеку, зная каждого из нас лучше, чем мы знаем сами себя, никогда не выпускает искушения, испытания, превышающие силы этого конкретного человека. Мы поем в этот праздник всемирного воздерживания честного и желтворящего креста. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славит. Поэтому крест для нас, это не только символ борьбы, победы или символ страдания. Это символ воскресения, символ радости. Святой Иоанн Дамастин говорит, что крест – это семя воскресения. Если посеять семя, то будет и всход. Если же семя не посеять, то нечего ждать от бесплодной земли. Так и мы, если приобщаемся к Христу. Если добровольно, подобно благоразумному разбойнику на кресте, говорим, что все, что терпим мы в этой жизни – это справедливо, это по грехам нашим. И будем уповать на Бога и просить Его, чтобы Он помянул нас во Царстве Своем, то действительно получим просимое по вере нашей. Аминь. С 15 по 20 октября в Свято-Семеновском кафедральном соборе по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексея будет прибывать ковчег с частью мощей Блаженной Матроны Московской. Святая Матрона – одна из наиболее почитаемых святых XX века. Еще до официальной канонизации к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями. И Старица помогала всем, кто с чистым сердцем и верою прибегал к ее ходатайству. Ковчег с частью мощей Блаженной привезут в Челябинскую епархию из Тульской епархии, Родины Святой Матроны. Встреча святыни состоится 15 октября в 17.00 в Свято-Семеновском кафедральном соборе по адресу улица Кыштымская, 32. Здесь мощи будут прибывать до 20 октября. Храм открыт с 8 утра до 8 вечера. Какие события происходят в Челябинской епархии, расскажет телеграм-канал «Православие на Южном Урале». Подпишитесь на него, и вы будете оперативно узнавать все новости. На этом, дорогие телезрители, наша программа завершена. Всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok